В преддверии Дня Матери, который в России отмечается в последнее воскресенье ноября, сотрудники Соломбальской библиотеки имени Бориса Викторовича Шергина предлагают вам послушать рассказ Андрея Платонова «Еще мама». Писатель Андрей Платонов был необыкновенным человеком. Он одновременно был инженером, влюбленным в свое дело, и очень ярким писателем. Платонов – это псевдоним, настоящая фамилия писателя Климентов. Жизнь Андрея Платонова и его литературная судьба были нелегки, но, несмотря на порой сокрушительную критику, он всегда был верен своему голосу художника. Он очень много писал и для детей – рассказы, пьесы, сценарии. Писатель занимался также обработкой народных сказок. «Финис, ясный сокол», «Волшебное кольцо». Эти сказки мы читаем сейчас в обработке Андрея Платонова. Итак, Андрей Платонов – «Еще мама». «А я, когда вырасту, я в школу ходить не буду», – сказала Артем своей матери. «Евдокия Алексеевне. Правда, мама?» «Правда, правда», – ответила мать. «Чего тебе ходить-то?» «Чего мне ходить?» «Нечего». «А то я пойду, а ты заскучаешь по мне. Не надо лучше». «Не надо», – сказала мать. «Не надо». А когда прошло лето и стало Артему семь лет от роду, Евдокия Алексеевна взяла сына за руку и повела его в школу. Артем хотел было уйти от матери, да не мог вынуть свою руку из ее руки. Рука у матери теперь была твердая, а прежде была мягкая. «Ну что ж», – сказал Артем. «Зато я домой скоро приду. Правда, скоро?» «Скоро, скоро», – ответила мать. «Поучишься чуть-чуть и домой пойдешь». «Я чуть-чуть», – соглашался Артем. «А ты по мне ни дома не скучай». «Не буду, сынок, я не буду скучать». «Нет, ты немножко скучай», – сказал Артем. «Так лучше тебе будет. А то что? А игрушки из угла убирать не надо. Я приду и сразу буду играть. Я бегом домой прибегу. А я тебя ждать буду», – сказала мать. «Я тебе оладьев нынче испеку». «Ты будешь ждать меня», – обрадовался Артем. «Тебе ждать не дождаться, эх, горе тебе». «А ты не плачь по мне. Ты не бойся. И не умри, смотри. А меня дожидайся». «Да уж ладно», – засмеялась мать Артема. «Ось дождусь тебя, милый мой, а вось не помру». «Ты дыши и терпи. Тогда не помрешь», – сказал Артем. «Гляди, как я дышу. Так и ты». Мать вздохнула, остановилась и показала сыну вдаль. Там в конце улицы стояла новая большая рубленая школа. Ее целое лето строили, а за школой начинался темный лиственный лес. До школы отсюда было еще далеко. До нее протянулся долгий порядок домов, дворов десять или одиннадцать. «А теперь ступай один», – сказала мать. «Привыкай один ходить. Вон школу-то видишь? А то будто вон она». «Ну иди, иди, Артемушка, иди один. Учительницу там слушайся. Она тебе вместо меня будет». Артем задумался. «Нету. Она за тебя не будет», – тихо произнес Артем. «Она чужая». «Привыкнешь. А Полинария Николаевна тебе как родная будет. Ну иди». Мать поцеловала Артема в лоб, и он пошел далее один. Отошедши далеко, он оглянулся на мать. Мать стояла на месте и смотрела на него. Артему хотелось заплакать по матери и вернуться к ней, но он опять пошел вперед, чтобы мать не обиделась на него. А матери тоже хотелось догнать Артема, взять его за руку и вернуться с ним домой. Но она только вздохнула и пошла домой одна. Вскоре Артем снова обернулся, чтобы поглядеть на мать. Однако ее уже не было видно. И пошел он опять один и заплакал. Тут гусак вытянул шею из-за изгороди, крякнул и защемил клювом штанину у Артема, а заодно захватил и живую кожу на его ноге. Артем рванулся прочь и спасся от гусака. Это страшные дикие птицы, решил Артем. Они живут вместе с орлами. На другом дворе были открыты ворота. Артем увидел лохматое животное с приставшими к нему репьями. Животное стояло к Артему хвостом, но все равно оно было сердитое и видело его. Кто это, подумал Артем, волк что ли? Артем оглянулся в ту сторону, куда ушла его мать. И не видать ли ее там. А то этот волк побежит туда. Матери не было видно. Она уже дома должно быть. Это хорошо. Волк ее не съест. Вдруг лохматое животное повернуло голову и молча оскалил на Артема пасть зубами. Артем узнал собаку-жучку. «Жучка, это ты!» – ответила собака-волк. «Тронь только!» – сказал Артем. «Ты только тронь! Ты знаешь, что тебе тогда будет? Я в школу иду. Вон она виднеется!» – смирно произнесла жучка и шевельнула хвостом. Эх, далече еще до школы вздохнул Артем и пошел дальше. Кто-то в раз и больно ударил Артема по щеке, словно вонзился в нее, и тут же вышел вон обратно. «Это кто еще?» – напугался был Артем. «Ты чего дерешься? А то я тебе тоже. Мне в школу надо. Я ученик, ты видишь?» Он поглядел вокруг, а никого не было. Один ветер шумел павшими листьями. «Спрятался!» – сказал Артем. «Покажись только!» На земле лежал толстый жук. Артем поднял его и положил на лопух. «Это ты на меня из ветра упал. Живи теперь! Живи скорее! А то зима настанет!» На дворе школы сидели ребята. Их Артем не знал. Они пришли из другой деревни. Должно быть, они учились давно. И были все умные, потому что Артем не понимал, что они говорили. «А ты знаешь жирный шрифт?» «Ого!» – сказал мальчик из другой деревни. «А еще двое говорили. Нам хоботковых насекомых Афанасий Петрович показывал. А мы их прошли уже. Мы птиц учили. Да кишок!» «А я ничего не знаю!» – подумал Артем. «Я только маму люблю. Убегу я домой!» Зазвенел звонок. На крыльцо школы вышла учительница Аполлинария Николаевна и сказала, когда отзвенел звонок. «Здравствуйте, дети! Идите сюда! Идите ко мне!» Все ребята пошли в школу. Один Артем остался во дворе. Аполлинария Николаевна подошла к нему. «А ты чего? Рабил, что ли?» «Я к маме хочу!» – сказал Артем. И закрыла лицо рукавом. «Отведи меня скорее ко двору!» «Нет уж нет!» – ответила учительница. «В школе я тебе, мама!» Она взяла Артема под мышки, подняла к себе на руки и понесла. Артем из-под воль поглядел на учительницу. Ишь ты, какая она была! Она была лицом белая, добрая. Глаза ее весело смотрели на него, будто она играть с ним хотела в игру, как маленькая. И пахла от нее точно так же, как от матери – теплым хлебом и сухою травой. В классе Аполлинария Николаевна хотела было посадить Артема за парту, но он в страхе прижался к ней и не сошел с рук. Аполлинария Николаевна села за стол и стала учить детей. А Артема оставила у себя на коленях. «Эк ты, селезень толстый какой, на коленях сидит!» – сказал один мальчик. «Я не толстый!» – ответил Артем. «Это меня орел укусил! Я раненый!» Он сошел с коленей учительницы и сел за парту. «Где?» – спросила учительница. «Где твоя рана? Покажи-ка мне ее!» А вот тут-то Артем показал ногу, где гусак его защемил. Учительница оглядела ногу. «До конца урока доживешь?» «Доживу», – обещал Артем. Артем не слушал, что говорила учительница на уроке. Он смотрел в окно. На далекое белое облако. Оно плыло по небу туда, где жила его мама, в родной их избушке. А жива ли она? Не померла ли от чего-нибудь? Вот бабушка Дарья весною в раз померла. Не чаяли, не гадали. А может быть, изба их без него загорелась? Ведь Артем давно из дома ушел. Мало ли что бывает! Учительница видела тревогу мальчика и спросила у него. «А ты чего, Федотов Артем? Ты чего думаешь сейчас? Почему ты меня не слушаешь?» «Я пожара боюсь. Наш дом сгорит». «Не сгорит. В колхозе народ смотрит. Он потушит огонь». «Без меня потушат?» – спросил Артем. «Без тебя управятся». После уроков Артем первым побежал домой. «Подожди, подожди», – сказала Полинария Николаевна. «Вернись назад. Ты ведь раненый». А ребята сказали, «Эх, какой инвалид, а бегает». Артем остановился в дверях. Учительница подошла к нему, взяла его за руку и повела с собой. Она жила в комнатах при школе, только с другого крыльца. В комнатах у Полинария Николаевны пахло цветами. Тихо звенела посуда в шкафу, и всюду было убрано чисто и хорошо. А Полинария Николаевна посадила Артема на стул, обмыла его ногу теплой водой из таза и перевязала красное пятнышко щепу гусака белой марлей. «А мама твоя будет горевать», – сказала Полинария Николаевна. «Вот горевать-то будет». «Не будет», – ответил Артем, – «а на оладьи печет». «Нет, будет». «Эх, скажет, зачем Артем в школу нынче ходил? Ничего-то он там не узнал, а пошел учиться. Значит, он маму обманул. Значит, он меня не любит», – скажет она. И заплачет. «И правда», – испугался Артем, – «правда. Давай сейчас учиться». «Ну, чуть-чуть только», – сказал Артем. «Ладно уж, чуть-чуть», – согласилась учительница. «Ну, иди сюда, раненый». Она взяла его к себе на руки и понесла в класс. Артем боялся упасть и прильнул к учительнице. Снова он почувствовал тот же тихий добрый запах, который он чувствовал возле матери. А незнакомые глаза, близко глядевшие на него, были несердитые, точно давно знакомые. «Не страшно», – подумал Артем. В классе Аполлинария Николаевна написала на доске одно слово и сказала. «Так пишется слово «мама».» И велела писать эти буквы в тетрадь. «Это про мою маму?» – спросил Артем. «Про твою». Тогда Артем старательно начал рисовать такие же буквы в своей тетради, что и на доске. Он старался, а рука его не слушалась. Он ей подговаривал, как надо писать. А рука гуляла сама по себе и писала каракули, не похожие на маму. Осерчавши, Артем писал снова и четыре буквы, изображающие мама. А учительница не сводила с него своих радующихся глаз. «Ты молодец», – сказала Аполлинария Николаевна. Она увидела, что теперь Артем сумел написать буквы хорошо и ровно. «Еще учи», – попросил Артем. «Какая это вот буква? Вот такая, ручки в бочке». «Это «Ф», – сказала Аполлинария Николаевна. «А жирный шрифт – это что?» «Это такие вот толстые буквы. Кормленные?» – спросил Артем. «Больше не будешь учить? Нечему?» «Как так нечему? Ишь ты какой!» – сказала учительница. «Пиши еще!» Она написала на доске «Родина». Артем стал было переписывать слово в тетрадь. Да вдруг замер и прислушался. На улице кто-то сказал страшным заунывным голосом. «У-у-у-у!» А потом еще раздалось оттуда, как из-под земли. «У-у-у-у!» И Артем увидел в окне черную голову быка. Бык глянул на Артема одним кровавым глазом и пошел к школе. «Мама!» – закричал Артем. Учительница схватила мальчика и прижала его к своей груди. «Не бойся!» – сказала она. «Не бойся, маленький мой, я тебе не дам ему. Он тебя не тронет!» «У-у-у!» – прогудил бык. Артем обхватил руками шею Полинарии Николаевны, а она положила ему свою руку на голову. «Я прогоню быка!» Артем не поверил. «Да, а ты не мама!» «Мама!» «Сейчас я тебе мама!» «Ты еще мама!» «Да, мама!» «А ты еще!» «Ты тут!» «Я еще!» «Я тебе еще, мама!» В классную комнату вошел старик с кнутом, запыленный землей. Он поклонился и сказал. «Здравствуйте, хозяева!» «А что, нету ли кваску из питили воды?» «Дорога сухая была!» «А вы кто?» «Бычи?» – спросила Полинария Николаевна. «Мы дальние!» – ответил старик. «Мы скрозь идем вперед!» «Мы племенных быков по плану гоним!» «Слышите, как они нутром гудят!» «Звери!» «Лютые!» «Они вот детей могут изувечить, ваши быки!» – сказала Полинария Николаевна. «Еще чего!» – обиделся старик. «А я-то где?» «Детей я уберегу!» Старик-пастух напился из бака кипяченой воды. Он полбака выпил. Вынул из своей клетчатой сумки красное яблочко, дал его Артему. «Ешь!» – сказал. «Точи зубы!» – и ушел. «А еще у меня есть мамы?» – спросил Артем. «Далеко-далеко где-нибудь!» «Есть!» – ответила учительница. «Их много у тебя!» «А зачем много?» «А затем, чтоб тебе бык не забодал!» «Вся наша родина еще мама тебе!» Вскоре Артем пошел домой, а на другое утро он с позаранку собрался в школу. «Куда ты?» – рано еще, – сказала мать. «Да, а там учительница!» Аполлинария Николаевна, – ответил Артем. «Ну что, что учительница, она добрая?» «Она, должно, уже соскучилась!» – сказал Артем. «Мне пора!» Мать наклонилась к сыну и поцеловала его на дорогу. «Ну иди, иди помаленьку, учись там и расти большой!» Субтитры создавал DimaTorzok